В чем основная проблема законодательства туризма? Потому что туризм косвенно касается практически 12 разных интересов, 12 разных министерств. Он затрагивает 60 разных экономических отраслей. Поэтому законодательство туризма потребовало от нас очень долгого мозгового штурма, для того, чтобы понять, в чем же причина. У нас же с 1996 года предпринимались попытки обновления этого законодательства. Просто это не согласовывало то одно министерство, то второе, то третье. И оно постоянно находилось в тупике. Мы решили пойти другим путем. Мы решили сначала выделить сегмент туризма, который не требует согласования. То есть создать рамочный закон, типа кодекса туристического российского. Это некие правила, которые мы обозначаем правила игры. А потом на этот кодекс мы начинаем сверху навешивать те или иные опции, которые существуют у разных министерств.